Помещение общественной палаты Ленинского городского округа стало своеобразным волонтерским штабом. Именно сюда приехал глава округа Алексей Спаский, чтобы высказать слова поддержки и благодарности волонтерам. О кратких итогах работы ему рассказала активист штаба Наталья Рящина. Более ста человек у нас волонтеров. И мы своими силами формируем продуктовые наборы. Мы формируем наборы из овощей, фруктов. Большую помощь нам оказывает губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. Более 530 заявок было обработано волонтерами за это время. Многие из них поступили вот отсюда, из объединенного колл-центра горячих линий губернатора и администрации Ленинского городского округа. Поступают звонки в колл-центр от жителей Ленинского городского округа. Мы их информируем на различные вопросы, а также, если им нужна какая-то помощь, волонтеров может быть. Мы принимаем их заявки, обрабатываем и направляем непосредственно волонтерам. Не остались в стороне и представители бизнес-сообщества. Причем многие оказывают помощь тем, кто находится на передовой борьбы за здоровье людей, врачам и медсестрам. Скажите, пожалуйста, больничный лист вам не нужен? Я не знаю, может быть и можно. Ваш вызов оформлен, ждите доктора в течение дня. Каждое утро от Видновской поликлиники отъезжают несколько автомобилей с врачами. Индивидуальный предприниматель Андрей Макалкин предоставляет транспорт, на котором докторов возят больным. Данную ситуацию решил помочь жителям и врачам своего города, где родился, вырос. Начали мы с конца марта. Было 2-3 машины, сейчас уже 5-6 каждый день на линии. Водитель успокоил, с врачами договорились. Им каждые 2-3 дня делают пробы на коронавирус. Все пока, слава богу, все хорошо. Заболевших нет. Раньше эти машины работали в такси и приносили владельцу стабильный доход. Но в нынешних условиях предприниматель предоставил их тем, кому они нужнее. Для нас это была действительно ценная находка и вообще большая, огромная помощь, поскольку выручают нас в поездок с врачами на вызыва. До 20 каждый день, каждая машина выполняет, потому что вызовов у нас 150-200 в день. И подобных историй сотни, несмотря на то, что многие сейчас несут определенные финансовые потери, помогать другим для них в приоритете. Это время показало, что есть большое количество, ну, давайте назовем это благодетелей, да, люди, которые что-то от себя вносят в общий котел для того, чтобы это было распределено для тех, кто нуждается. У нас есть примеры, когда топливозаправочный комплекс предоставляет несколько тысяч литров бензина для волонтеров, для того, чтобы они осуществляли свою деятельность. Есть люди, которые изготавливают или закупают маски. Есть торговые организации, которые передают тоннами фрукты, овощи. И во время визита Алексея Спаскова в волонтерский штаб работа здесь не останавливалась, ведь люди ждут помощь, и она обязательно придет. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ.